Как вас зовут? Это как бы видеоинтервью. Григорий Александр Анатольевич, начальник госпиталя инвалидов войны, заслуженный врач Украины. Александр Анатольевич, мы сейчас задаем всем один и тот же вопрос. Можно ли в Николаеве ликвидировать детскую наркоманию и детское пьянство? Если да, то что делать? Если не, ну... Мои ветераны тем не страдают вообще-то. Но если позиция просто именно медицины, то, конечно, вопрос очень серьезный. Но только с помощью медицины этот вопрос не решится никогда. То есть это должно быть на государственном уровне. Ну, учитывая, что у нас прекрасный сейчас центр СПИДа, где проводят лечение. Но все вопросы работы с контингентом по наркомании, конечно, без участия и органов милиции, и общественности, и медицины, конечно, этот вопрос очень трудно разрешаемый. Потому что лечение, профилактика, это люди, как бы считается, на добровольных началах. То есть силовым это, так как и туберкулез. Поэтому, конечно, раньше, когда были, работали группы специальные в составе медиков, милиции, с этими людьми вели работу. Сейчас это более демократично, конечно, это сложно. Но работа должна быть большая, потому что наша Николаевская область где-то второе или третье место по наркомании, по заболеванию, если на ВИЧ. Вот, поэтому, конечно, очень сложный вопрос. Учитывая, что я, как бы, работаю с другим контингентом, то моя позиция вот такая. Вот, конечно, более четко сказать я не могу. Ваши пожелания нашему молодому движению «Родители против наркотиков», ваши пожелания? Ну, пожелания, конечно, это очень тяжелый, ответственный труд. И будет всегда он благородным, если вы все-таки сдвинете этот вопрос с места. Поэтому вам успехов. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста.